После новостей У нас оказался опытный врач Людмила Тесленко, которая ответила на все мои вопросы. Сейчас она в эфире и сможет также ответить на все ваши вопросы. Людмила Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а может кто-нибудь сказать, что аллергия это не мое и меня это никогда не коснется? Никогда этого говорить не надо, потому что это может случиться совершенно неожиданно. Конечно, в детском возрасте, в молодом возрасте это встречается чаще, но это может быть и после 50 лет и даже первый раз в жизни. Ну, просто есть такое устойчивое мнение, я не знаю, миф это или нет, что если в детстве была аллергия, то, понятно, вы предрасположены к ней или у кого-то из ваших родственников была аллергия, вы предрасположены. Если человек знает, что у него никогда нигде ни у кого не было, то поэтому он и говорит, меня это не коснется. Нет, нет. Нет, это ошибочное мнение, потому что действительно те, кто болел в детстве, то у них риска больше развития другого аллергического заболевания или, скажем, аллергического заболевания к другому аллергену. Вот так может быть. Но бывает совершенно, что и в 30, и в 40 лет, и впервые, и ни у кого, и никогда, казалось бы, и все равно развивается аллергическая реакция. Поэтому никто не застрахован вообще от аллергии. Никто. Ну, сейчас, я так понимаю, для вас начинается самая такая тяжелая рабочая пора. Ну, да. Конечно, аллергия, она вещь круглогодичная, потому что у нас сначала то лето, то потом клещи, постельные клещи, потом животные, которые круглый год и так далее. Рядом с нами, да? Рядом с нами, да. Но наиболее, конечно, такое напряженное время – это летнее время. И вот начиная с конца апреля, вот середина мая особенно, это все-таки пыльца березы, для нашего региона это важно, меньше там ольха, а в основном это, конечно, березы. Поэтому, когда цветет черемуха, то мы уже знаем, что береза уже ее опередила, и она уже пылит вовсю, и все симптомы, которые есть у людей, они уже появляются. Береза – такое дерево безобидное, мы его так любим. Конечно, мы тоже его любим, но пыльца, она у них, у березы очень мелкая пыльца, она ветропыляемое растение, и это очень сильный аллерген. И концентрация этой пыльцы бывает очень высокой, особенно в жаркие дни, в такие вот сухие жаркие дни, в ветреные дни. Это, в общем-то, пока это мажорный аллерген не только в России, но и в Европе. Мы с вами много раз говорили о том, что люди часто путают, начинают из носа бежать, глаза чешутся, закладывают горло немножко, и кажется, ну, у меня какой-нибудь вирус. Вот все-таки как отличить одно от другого, и в какой период надо понять, что все, мне пора к врачу, я сам не справлюсь? Вы знаете, вирусная инфекция все-таки, она действительно типично развивается. Ну, с температурой большой или без температуры, это сразу понятно, что, скорее всего, это вирусная инфекция. Дальше идет чихание, насморк, но это все длится буквально 2-3 дня, потом чихание прекращается, появляются более густые выделения из носа, появляется кашель, вот уже, так скажем, другие совершенно симптомы, и здесь уже чихания совершенно нет. А вот если это аллергический насморк, то чихание продолжается и 7 дней, и 10 дней, и больше того. А если еще присоединяется зуд век, то, конечно, это уже аллергическая реакция. Ну, а если еще вспомнить, что в прошлом году как-то летом у меня что-то было так же, то, конечно, надо сразу идти к специалисту. То есть, когда чешутся глаза, это один из самых ярких признаков? Самых ярких признаков, а если это еще сочетается и вот с насморком, то, конечно, да. Вот в этом году как-то особенно часто стали обращаться пациенты именно с зудом век. Вот с этого даже начинается. Это не очень часто, например, такой вот симптом, но в этом году как-то особенно вот часто встречаются такие пациенты. А с чем вы связываете? Вы знаете как, ну, трудно сказать. Трудно сказать, вот даже не могу сказать, потому что, ну, собственно, глаза, они всегда глаза, каждый год, да, и почему в этом году таким образом, не могу сказать. Ну, в этом году как-то более агрессивное проявление полиеноза. Даже те, которые проводили лечение прежде, да, у них обострение. Те, которые, у которых был только насморк, у них появился сухой кашель приступообразный, а у некоторых даже затрудненное дыхание. То, чего мы всегда боимся. Потому что, ну, с насморком как-то вроде как можно справиться, особенность это короткое время, это в течение месяца. А уж когда появляется приступ удушья, ну, тогда это все серьезно. Поэтому и лечение-то нужно начинать когда? Когда еще минимальные симптомы. Когда это дети, если они болеют, уже после пяти лет можно начинать их лечить аллергеном. И это надо делать. Ну, или если ты знаешь, что у тебя на цветение березы аллергия, то тебе надо, наверное, не в июне или в конце мая, а пораньше прийти к специалисту-аллергологу. Даже не то слово. Конечно, когда появляются симптомы, тогда и надо идти вообще к специалисту для того, чтобы он помог. Ну, помочь может и фармацевт хорошими таблеточками, это может и терапевт, тоже назначив антигистаминные препараты. Но никто из них не спланирует зимнее лечение, которое потом в будущем уже обеспечит хорошее лето, да, и хорошее настроение и самочувствие. Поэтому и даже в острый период нужно прийти к специалисту, и он быстрее снимет эти симптомы и спланирует лечение. А основное лечение зимой. Поэтому тогда уже мы решаем, какой вид выбрать, какой вид лечения, да, когда его начать, какой продолжительностью. Это все решается индивидуально. Ну да, но к аллергологу зимой пойдет только тот человек, который понимает, как он тяжело пережил лето. Поэтому у меня следующий к вам вопрос про тех, кто думает, что никогда с ним подобного не случится, или там вот про глаза, которые вы говорите, моя коллега Мария Бухтуева, главный редактор сайта этого Каши Стру, попросила меня спросить вас лично для нее. Я думаю, что ее ситуация похожа на многие другие. Чешутся глаза. Она решила, что ничего она делать с этим не будет, сможет как-то это пережить, ну, короткий период. Но все равно у нее закрался вопрос, на этом все закончится, если она переживет, или это может иметь какие-то последствия для дальнейшего или для печени, например? Ну, знаете как, дело в том, что зуд век, если он связан с СИЗО, там именно, если это аллергический зуд век, потому что есть еще ряд состояний, заболеваний, когда это бывает, зуд век. Если это аллергический конъюнктивит, как мы говорим, да, то, конечно, чего мы опасаемся, что симптомы будут еще появляться и другие, к зуду век присоединится насморк, а потом, может быть, и ниже спустится аллергический процесс, и, может быть, и приступы затрудненного дыхания. Вот терпеть не надо. Вот не надо терпеть. Во-первых, нужно выяснить, почему чешутся глаза. Это первое. И если уже аллерген будет определен, то тогда решить со специалистом, что нужно делать. Ну, тут даже не в том, что глаза, это может быть что-то другое. Ну, любое другое. Вопрос в том, вот это можно пережить, это закончится? Либо если вы не лечитесь сейчас и ничего не делаете, в следующем году с вами этого не случится? Пережить можно, но никто не знает, как будет проходить следующий сезон. Он может быть легче, он может быть тяжелее, он может быть более продолжительный. Поэтому надеяться на то, что все пройдет и на этом все закончится, конечно, не следует. Можно, конечно, убежать от этого сезона, да, и уехать куда-нибудь в другую климатическую зону. И там может этого и не быть. Это да. Ну, каждое лето не убежишь именно на это же время, да. Поэтому все-таки нужно все-таки лечиться своевременно и у специалистов. А скажите, как все-таки аллергия, те, кто лечит ее или те, кто не лечит, например, в период обострения, связана с нашей печенкой? Ну, вот надо сказать, что вот печень, она здесь, ну, как и любой, так скажем, барьерный орган, она имеет какое значение? Вот некоторые пациенты говорят, что я вот голодал, предположим, ну, там по разным схемам голодания есть. Вот я голодал, и я лучше себя чувствовал. И вот я разделяю их мнение, потому что мы не случайно в этот период полинации, вот когда есть все симптомы, говорим, что вы не должны есть жирной, тяжелой пищи, да, чтобы вот не было большей нагрузки на печень. Потому что воздействие аллергена, оно же не только на слизистые, оно вообще действует на весь организм. Ведь не случайно есть такое у нас понятие полинозная интоксикация. Это головная боль, это раздражительность, это плохой сон, это плаксивость, это все есть. Это воздействие аллергена на нервную систему. В то же время он действует и на все органы. Поэтому печень в этом случае нужно беречь. Беречь и не напрягать ее вот какой-то печени. Так оберечь в смысле не травить лишними таблетками или наоборот помогать ей принимать антигистаминные? Ну, вот здесь как. То есть если действует аллерген на печень, да, то есть она как-то начинает реагировать. Ну, как и любой другой ответный орган. Если еще усилить это питанием жирным, да, то это еще большая нагрузка. Антигистаминные препараты на короткий период времени, они не сыграют отрицательной роли. Просто, к сожалению, у нас иногда пациенты годами принимают антигистаминные препараты по разным причинам, да. Вот тогда мы говорим о токсическом действии этих препарат, ну, на печень прежде всего. Людмила Николаевна, есть еще очень такое распространенное заблуждение. Ну, я думаю, что это заблуждение, что вот в такой ситуации, когда у тебя не сильные проявления аллергии, ты еще можешь дышать, ну, там, закапал что-нибудь и пошел. Можно попить уголь, опять же, связывает это с печенью, и все пройдет. Потому что мы ее почистили, помогли. Это так или нет? Это тоже заблуждение. Это какое-то подспорье, да, так же, как вот диета с исключением, там, умеренное какое-то голодание рациональное. Это тот же ассорбент и уголь. Это все помогает. Помогает, но, к сожалению, не радикально. Не радикально. Ну, вот если мы говорим сейчас о том, что непонятно все-таки, в чем причина аллергии в глобальном смысле, да, и речь идет о том, что с каждым годом число людей, которые могут от этого страдать, увеличивается, то что делать? Ну, во-первых... Мы же не можем все с копом взять и уехать из Красноярска, потому что у нас плохая экология, плохие продукты, и... Ну, нет, конечно. Все в этом духе. Конечно, часть людей, кто может себе это позволить, да, и кто знает эти сроки, когда нужно уехать, они уезжают, да. Но это меньшее количество людей, наших пациентов, да, которые страдают полинозом. Остаются все здесь. У них работа, у них там финансовые какие-то, нет возможности уехать. Они остаются здесь. Ну, что нужно делать? Ну, понятно, на этот летний период, на этот период все равно идут антигистаминные препараты. Их достаточно много. И сейчас уже есть препараты, которые совершенно не обладают снотворным действием. Плюс еще дополнительные средства там и в нос, и в глаза. Это все вот назначается на этот сезон. Далее что? Далее осенью, зимой мы проводим аллергологическое обследование, выявляем конкретно аллерген и решаем, каким методом мы будем проводить это лечение. Либо это будут укольчики, либо это будут подъязычные капли, либо подъязычные таблетки. Все решается индивидуально. Но это как раз и есть радикальное лечение, потому что именно этот метод лечения, называется он аллергеноспецифическая иммунтерапия, она позволяет добиться многолетней ремиссии, чтобы не было вообще, вот вообще симптомов не было. А летом в период обострения невозможно выяснить, на что аллергия? Ну, как правило. Или специалист может, но не точно. Нет, ну, вы знаете как, ориентировочно, конечно, может. Потому что когда он приходит в мае месяце с такими симптомами, мы в первую очередь думаем, что это, конечно, аллергия на пыльцу деревьев. А если он еще скажет, что у него зуд во рту после черешни, ну, это точно береза. Или на яблоке, потому что, ну, вот береза, конечно, сама по себе там летний период. Но когда есть аллергия на пыльцу деревьев, к сожалению, очень многие фрукты, очень многие фрукты приходится исключать. Да, не у всех перекрестная пищевая аллергия, не у всех, но практически на 75% она есть. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. К сожалению, время нашей программы завершено, но я думаю, главный вывод, который все должны сделать, это не надо ничего терпеть. На следующий год все может быть еще хуже, поэтому обращайтесь к врачу и помогите сами своему организму. Спасибо огромное. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире завтра.